Всем привет, с вами СкайТоп. Заводя кошку мы мечтаем о милом пушистом существе, который будет радовать нас, забавлять и дарить эстетическое удовольствие. Но порой вместо этого приходится сталкиваться с неуправляемой агрессией. Некоторые кошки могут нанести травмы своему хозяину, особенно ребенку. Сегодня вы узнаете о самых агрессивных и злых породах кошек. Ну что ж, погнали! В мире среди домашних кошачьих самым крупным представителем является мейн-кун. Питомец имеет широкую грудную клетку и массивные туловища. Он достигает в весе до 15 килограмм. Заводит мейн-кунов как экзотических представителей кошачьих. Питомцы не являются безобидными для человека. Известны случаи и проявления агрессии этими животными. За счет своих крупных размеров питомец может нанести хозяевам серьезные увечья. Стоит обратить особое внимание на то, что мейн-куны могут проявлять агрессию к посторонним людям, которые заходят на территорию дома. В то же время заводчики породы отмечают высокий уровень интеллекта животных и их покладистость. Они способны уловить интонацию хозяина и выполнить его просьбу. Бенгальская кошка. Это представитель импульсивной домашней породы. Как и другие опасные животные, она имеет выраженный охотничий инстинкт. Мускулистость её тела предоставляет возможность приспособления к любым условиям обитания. Для того, чтобы бенгальская кошка не выросла агрессивным существом, в детстве ей нужно уделять большое внимание. Заводчики хвалят бенгальскую породу за высокие умственные способности, но известны неоднократные случаи получения серьёзных травм от таких питомцев. Бенгальские коты предпочитают свободу. Они недовольны тем, что их носят на руках и могут царапаться в любое время. Хозяину стоит проявлять терпимость и без криков обучать питомца правильному поведению. Сибирские кошки Эти животные имеют крупное тело и пушистую морду. Породу получили в результате скрещивания домашнего кота с диким. Вес сибирской кошки достигает 6 килограмм, в то время как самец весит до 12 килограмм. Сибирский кот станет преданным другом только для человека, уважающего собственные достоинства. Животное обладает уникальным, сильным характером. Питомец способен проявлять не только агрессию, но и ласку и чуткость. Сибирские кошки грациозны и жизнерадостны, но к посторонним людям в доме они будут относиться настороженно. При этом они нормально воспринимают животных на своей территории. Кроме того, они хорошие охотники, поэтому не стоит забывать о практике. При правильном воспитании кошки хорошо поддаются дрессировке и могут приносить в зубах нужные вещи. Чаузи. Хищный представитель домашних котов, который внешне похож на дикую пуму. По своему телосложению он в несколько раз мощнее и стройнее других домашних котов. Учитывая склонность к проявлению любой агрессии, семья, которая берет к себе это животное, должна с детства пресекать любые попытки опасных игр с питомцами. Но несмотря на это, представители породы добрые и любознательные. У породы присутствует уравновешенный темперамент, чувство собственного достоинства и развитый интеллект. Рекомендуется заводить чаузи только в просторных частных владениях. Они не проявляют отчужденности, стараются привлечь внимание каждого. Любят высоту и нуждаются в постоянной тренировке, поэтому лучше убрать из пределов их досягаемости хрупкие предметы. Манул. Этот дикий кот не обладает внушительными размерами, как может показаться. В среднем манулы весят около 4-5 килограмм. Дополнительный объем придает густая и плотная шерсть. Приобрести такого питомца легально на сегодняшний день практически невозможно, поскольку этот вид находится на грани исчезновения. Но возможность его содержания в домашних условиях не исключается. Манулы обладают неукротимым и диким нравом. Они не привыкают к хозяину и предпочитают уединение компании человека. Порода мало изучена, но достоверно известно, что к особенностям характера можно отнести независимость и нелюдимость. Владельцы этой экзотической породы подтверждают, что манулы способны проявлять агрессию по отношению к людям и другим питомцам. Одной из самых агрессивных пород признана грациозная саванна. Кошка имеет стройное и слегка удлиненное тело, длинную шею, небольшую голову с заостренными ушами и короткую густую шерсть леопардового окраса, мягкую на ощупь. Хотя саванна часто готова проявлять дикость и агрессию, все же хозяин может приучить ее сопровождать себя на поводке. Однако и тогда на прогулке нужно быть бдительным, поскольку саванна вполне может отнестись к незнакомому человеку как объекту охоты. Также желательно не оставлять эту кошку наедине с чужим ей человеком, иначе она может принести серьезные раны. Эти полудикие кошки обладают высоким уровнем интеллекта. Они умны, невозмутимы, чрезвычайно игривы и легко поддаются дрессировке, способны выполнять даже собачьи команды. На этом все. Друзья, а среди вас есть обладатели одной из этих кошек? Если да, то напишите, как они себя ведут. Думаю, будет всем интересно почитать. Ну а я ненадолго прощаюсь с вами. До новых встреч!